А кто у меня в гостях? У меня Настюля в гостях. Ну-ка покажи, что ты нарисовала. Ой, какая красота. Так, ты ж кого-то рисовала. А кто тут? Это балерины. А, балерины. Это их тренер. Их тренер. А это балерины. Все в красном, а это в синим почему? Это потому, что она маленькая. А, солистка, наверное, да? Да. А это маленький кто-то, тоже балерины? Да, только маленькая. И солнышко у тебя, небо синее, сердечки, звездочки. Ну, молодец, умница. Ну, давай, давай. Давай, творчеством занимайся. Так, ну, пока у меня Настюля тут занимается творчеством. А бабушка там сейчас решила что-нибудь приготовить. Давайте я вам еще покажу книжечку. Давай, книжечку покажи. Надо тебе сейчас заколоть волосики. И сок в новиночке был. А то эта книжка уже маленькая. Я тебе сейчас другие книжки дам. Еще сок в новиночке был. У меня есть книжечки. Я тебе сейчас еще дам книжечки. Две звездочки. Молодец. Ну, посмотрим потом, что у тебя получится. Да? Так, ну, что мы с Настей будем кушать. Я вот решила сделать картофельное пюре. Сосиски Настя любит. Попросила картошечку. Макароны не хочет. Вот, что-то еще. Фрукты накупила. Всяких вкусняшек. Будем баловаться сегодня. А вообще всем привет, девочки. Всем доброе утро. Я забыла сегодня поздороваться, потому что я с утра встала у дочки. Деню накормила. И, в общем-то, дочка проснулась. Я быстренько приехала сюда. Сменила сваху. Она поехала домой. А Настя забрала к себе. Просто у нас на два дня, на выходные дни поехали. Сын с невестой поехали отдыхать. Вот, так что мы тут с детками, бабушки с детками. Вот, ну, все. Настя там занята. Я сейчас тоже вот решила что-нибудь приготовить. Она там рисует прям в такую красоту. Сейчас посмотрим, что она там нарисовала еще. Так, очередной шедевр у Настя. Положим сюда еще бантик. Какая зайка. Да положи бантик, хоть два бантика. А где бантик еще один? Ну, вон еще эта штучка. Вот эту можешь взять, сделать, как бантик тоже. Так, трафаретики у нас есть. Тут набор для творчества. Это я Насте покупала. Еще тут наклейки, раскраски. В общем, всякое разное. Ну, в общем, Насте есть чем заниматься. Если что, и пластилин еще есть. Да, Настюля? Тут тебе скучно не будет. Пластилин? Ну, пластилин дам, если что. Потом, попозже. Тут есть наклейки. Мне как раз они нужны. Угу. Так, ну все. Я пошла дальше заниматься. Ты тоже занимаешься. Все. Наш с Настей обед готов. Садимся трапезничать. Настюля, иди кушать. Пора, где? Кушай, зайка, кушай. Давай. Давай, пробуй. Так, что-то Настюля хочет показать. Какие-то у нее на гимнастике достижения. Ты на гимнастику ходишь или на акробатику? На черлидинг. Черлидинг. Вот, правильно. Ну, давай, покажи. Что-то... Ух ты. А еще я хотела вам показать, что я умею делать лапочку. Вот как. Молодец. И делаю... Я могу делать тут мостик стою. Давай. Тебе удобно там? Я здесь подушка не беру. Давай, только аккуратненько. Сейчас один раз. Хорошо, ладно, давай. Следующая попытка. Ну, молодец. Ну, молодец. Все, достижения уже какие имеются, да? Покажи теперь видео. Покажу. Ну, давай. Я хотела вам показать шпадал. Давай, давай. Только аккуратненько давай. Не торопись. А давай ты сюда подойдешь. Чтобы так не видно будет вторую ногу. Ну, хорошо. Давай, как скажешь, дорогая. Угу. Все. Ну, молодец. Ну, хватит. Дай еще один. Растяжку надо постепенно делать. Вот так. Ну, молодец. У тебя хорошие успехи. А теперь показываю моих игрушек. Все. Теперь всем пока. Мы смотрим видео. Хорошо. Вот я слепила такого, вот такой вот тортик. Какой-то я сначала хотела слепить улитку, потом хотела слепить собачку. Ну, так произошло. А что еще? И вот еще один такой. Еще один. Это что? Тоже тортик такой? Такой-такой. Ой, это как совенок какой-то. Да? Глазки, я смотрю. Да? Ушки. Что это? Совенок, да? Маленький? Да. Ну, молодец. Так, ну ладно, хорошо. Сейчас мы будем готовить творожную. Запеканку творожную. Запеканку творожную. Ну, сейчас пойдем готовить запеканку творожную. Мы с Настюлей решили сделать запеканку для папы, для мамы, ну и для нас тоже. Да? Что нам нужно для запеканки? Какие ингредиенты? Мы берем килограмм творога, полстакана манки, полстакана сахара, полстакана молока, два трейца, изюм. Нам понадобится столовая ложка сметаны, чуть-чуть соли и чуть-чуть ванилинчика. Так, теперь мы начнем все это собирать. Значит, надо нам сначала молоко налить в манку. Сейчас Настюля будет наливать. На тебе ложечку. Или давай я буду мешать, а ты молоко постепенно вот сюда наливай. Давай. Лей, 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 смелее. Ой. Чтоб не молилось. Или хочешь, давай ты мешай, а я буду наливать. Ага. Давай, бери ложечку. Так, аккуратненько мешай, не торопись. Давай еще чуть-чуть подольем, чтобы она намокла вся. И потом нужно будет, чтобы это 10 минут постояло, чтобы манка разбухла. С донышка поднимай чуть-чуть. Поднимай с донышка. Там еще сухой внизу. Давай с донышка еще поднимай. Какая-то каша малаша. Каша. Ну-ка, подержи стакан. Я сейчас посмотрю. Держи двумя руками стакан. Вот у меня рука одна занята. Вот, чтобы она вся намокла. И вот она у нас... Это каша малаша, не приставайте. Это каша. Не есть ее? Нет, просто нужно, чтобы манка была не сухая, а чтобы она была мокрая вся. Сейчас она постоит, чуть-чуть набухнет, и тогда мы ее добавим в творог. Так, все. Это пока отложили. Вот, в изюм нужно влить воду, чтобы изюм тоже постоял немножко разбух. Наливай водичку туда. Можешь все сразу выливать. Сразу все выливай. Вот, все. Теперь изюмчик у нас тоже 10 минут постоит. 10-15 минут. Пока у нас все это настаивается, мы можем сейчас просто смешать яйца с сахаром. Я буду потихоньку подсыпать. Настя, держи другой рукой чашечку, держи. И смешивай яйца с сахаром. Давай. Можно сразу все высыпать, можно постепенно, как удобно. Вот это сейчас все смешаем в однородную массу. В принципе, это можно не смешивать. Можно сразу в творог добавлять и яйца, и сахар. Но мы решили смешать. Чтобы было вкуснее. Ну и чтобы было интереснее тебе. Ваша вкусняша. Да. Желточки можно раздавить ложечкой. Раздавить. Вот. И смешать все это вместе с сахаром. Интересно тебе готовить? Да. Здорово, да? Да. Сейчас ты научишься готовить и будешь маме помогать. А потом, если понравится запеканка, А потом с мамой вместе тоже такую сделаете. Да? Моя мама с папой, мы делаем вот такую вот запеканку. Только не ешьте я сразу вот эту вот штуку. Потому что она же не вкусная, если сахаром смешать. Просто бяка. Нет, ну мы же все это все перемешаем. Потом еще в печке все это испечем. Потом будет вкусная запеканка. Потом будет вкусная запеканка. Ну вот так. Так, ну что, давай будем добавлять потихоньку сюда разные ингредиенты. А ты будешь размешивать, я буду все пока сюда выкладывать. Ты будешь ложечкой мешать. Давай. Это мы сюда, сейчас сюда отправляем, что это у нас? Манка. Манка с молоком. Так, мы уже настоялись. Все, это перемешиваем. Мы готовим с бабушкой вкусную еду. Скажите, блюдо это есть еда? И поставляйте нам лайки. Лайки? Настюля, тебе уж обязательно лайки. Давай вот это все. Это у нас тут сахар, яйца. Все, это тоже надо все перемешать. Это все сложно готовить, но для детей это еще сложнее. Ну, для 5-летних можете с ними готовить. Мне 5. Скажи, в принципе, в общем, сложно, особо ничего нет. Просто надо брать вот так вот и все это вот так вот смешивать. Говорит, слушайтесь маму, чтобы они говорили и вы делали, потому что я послушная. Ах ты какая, сама себя не похвалишь, да? Так, ну что, тебе не сложно будет мешать? На, держи, размешивай. Одной рукой держи, чтобы оно не улетело. А второй размешивай. Надо все вот это хорошенько перемешать. Потом мы сюда добавим. Так, сахар у нас есть. Мы сметану добавим туда. Ну, где-то примерно можно полстакана или большую столовую ложку. Зависит все это еще от сметаны. Вообще от многого зависит. Если мы видим, что у нас густовато получается, можно сметанки положить, допустим, побольше. И это в зависимости от творога еще бывает он мягкий, влажный. Бывает он прям сухой-сухой. Ну, чтобы у нас... У нас прям сухой-сухой, что ли? А у нас средний. И вот нам надо так, чтобы у нас была консистенция такая вот. Она... В общем, наливать надо. На противень это должно наливаться. Если он будет очень густой, вот эта вся смесь запеканочная, да? То она будет твердая. Все. Ты ушла или будешь еще помогать? Я вижу тебя. А я тебя вижу. Мы видим друг друга. А потом мама посмотрит, как ты делаешь запеканку. Да, Настя? Так, ну пока Настя это мешает, все размешивает. И можно туда добавить теперь немножечко соли. А вообще нельзя? Давай, сейчас я чуть-чуть солю вот так вот присолю. Ну, соли, в общем-то, на кончике ножа я так на глаз присолю, потому что немножко соли надо. И чуть-чуть ванилин. Ванильный сахар у меня, ваниль кристаллическая. Немножечко-немножечко, тоже так на кончике ножа примерно. Чтобы пах ванилинчиком. Все. Когда мы все это хорошо размешаем, туда уже в конце можно добавить изюм и выкладывать все это в формочку. Формочку нужно застелить пергаментной бумагой. Мы уже формочку подготовили с Настей, да? Да, мы приготовили. Смотрите, какую формочку. Сейчас я принесу ее. Изюм любой можно брать. Можно без изюма. Вообще, сколько хотите. Я люблю много. Кто-то любит мало. Но так как я не только для себя делаю. Чтобы вы такие вот сделали. Нет, они тогда получатся не очень. Ладно, тогда другие. Нет, я же формочку подготовила. Мы же делаем ту форму, в которую пергамент я постелила. Вот куда я положила? Неси сюда. Неси мы сейчас ее. Заполним. Давай, ставь на стол. Вот такая вот штучка. Вот такую форму я делаю. Обычно килограмм сюда. То, что нужно в эту форму. Застелила пергаментной бумагой. А теперь мы сюда будем выкладывать вот эту запеканку. Вот так. Вот. Ну все. Мы вот эту смесь выложили всю вот сюда в формочку. И разровняем. И ставим в духовку на 180 градусов. Минут на 50-60. Ну, как подрумяниться вверх, будет уже готово. И все. Духовку заранее надо разогреть. Вот. А потом разрезать запеканку нужно будет только тогда, когда она остынет. Горячую не надо разрезать, потому что она тогда развалится. Она будет мягкая, когда горячая. Девочки, купила сегодня мороженое. Мы решили сейчас с Настюлей мороженое покушать. Вот это вот мороженое я еще... Вообще филевский пломбир я люблю. Только я брала его на палочки. А вот сейчас решила взять вот такое. Ну, написано без растительных жиров. Пломбир. Натуральный. Вот такой вот по ГОСТу. Но он вообще-то вкусный. Я его попробовала уже. И вот это на палочке. Мой любимый пломбирчик. Я его часто беру. Сейчас чуть-чуть оно немножечко размягчится. И мы будем кушать с Настей мороженое пока. Пока у нас запеканка печется. Пока она будет остывать. У нас вот такой полник. У нас фруктов полно. Печеньки всякие есть. В общем, много всякого вкусняшек разных. Настя, покажи маме, как ты кушаешь мороженое. Как бабушка сказала, кушать надо. Ну-ка. Верно. Рассказывай, как надо кушать мороженое. Спокойно. Спокойно. На ложечку надо брать по чуть-чуть. Потом немножко подержать во рту, чтобы оно там растаяло. И потом глотать. Да? А еще надо фирменное. И знаете как? Берем ложечку. Спокойно тягиваем. Вот так можно и пить. Ну все. Теперь ты правильно знаешь, как надо есть мороженое, чтобы горлышко не заболело. Да? Ну все. Давай ешь, ешь. Вот такая румяненькая запеканочка получилась. Она у меня выпекалась 50 минут. Подрумянилась, ею достала. Ну а теперь пускай она в этой форме остывает, пока не остынет. Только потом уже будем пробовать. Ну это уже на ужин будет. Бабушка решила снять, что ты там рисуешь. Разукрашки, да? Песенку поет. Молодец, Настя. Я свой друг, и ты мой друг, я тебя люблю, мама, папа. Так, вот такие журналы. Вот дочка, когда в Москве жила, она снималась в журналах там. Вот ручная работа был, журнал. Ну-ка, листай, Настюля, давай, смотри, где там твоя тетя. Давай, будем искать ее. Листай, листай. Дальше. Там всякие рукоделия снимали для ручной работы. Нет, это ты ж ее узнаешь сразу. Видишь, как вручную там плести что-то, сумочки там всякие. Вот даже вазочка плетеная. Кто это? Кто это? Натя. Вот такая. А как ее тут нарисовали? Она, видишь, показывает шляпку. Это вот такая вот ручной работы шляпка. Это фотография. Ну-ка, давай посмотрим, там есть еще? Вот. Вот еще, смотри, вот еще одна шляпка тоже. Вот она. Вот, она мне подарила эти журналы еще давно, а я их вот сохранила. Вот парочка сохранилась, хотя было и больше. А еще они есть такие? Вот мы второй журнал листаем. Надя. Вот она какая девочка. А из чего? 2007 год. А из чего они сделали такие бусы? Это бусы, тоже ручной работы. Их вот видишь, как плести показывают. Их нанизывают на ниточку, на лесочку. Ну-ка, давай дальше посмотрим. Следующую страничку переворачивай. Вот еще. А тут что она показывает? Тут показывает другие бусики, да? И сережки. Сережки, да. Ну вот такие. Мне больше сережки нравятся. Угу. А как их плести? Ну вот, наша запеканочка уже практически остыла. Она уже такая тепленькая. Она уже от бумаги сама отходит. Я прям вместе с бумагой достала. И она легко отходит. Ничего не прилипло. Все хорошо. Так что сейчас разрежем. Будем пробовать. Настя дегустирует запеканку, которую делала сама с помощью бабушки. Невероятно. Вкусная? Угу. Ну все. Я сейчас тоже буду есть. Она всегда получается очень вкусная запеканка. Очень хороший рецепт. И вот мы с Настюлей спекли вместе. Прям приятно, когда сама испечешь, да? И самой кушать. Вот. Еще маму и папу угостим тоже. Вкусная запеканка. Всем пока. Пока. Ну вот, девочки, вы у меня спрашивали, для чего мне второй диван? Вот мы его расстелили. И Настя будет по-королевски спать одна на таком большом диване. Да, Настюля? Это потому, что я принцесса. И вырвались на бою. На, тебе можешь положить рядом с тобой одну игрушку. Ну, где вторая? Сейчас тебе еще игрушек дам. Будет тебе там комфортно. Ну, а я, как всегда, на своем диване. Ну, а столик мы сюда пока поставили. Сейчас будем, пока телевизор смотрите, скоро спать. А утром рано в садик вставать будем. Ну, укладывай спать своих кукол. Давай. Вот, рядышком будут куколки с тобой спать. Да, Настя? Чтоб тебе не скучно там было. Скажи всем спокойной ночи. А зрителям моим скажешь спокойной ночи? Пока на ночи. Все, обумаялась, дитя. Спит снова. Скоро Настю будить уже нужно. Вот такой у меня порядок сейчас. Ну, убирать я буду потом, когда уже с садика приду. Нам скоро в садик уже отправляться надо. Надо уже будить внучку. Ти мой сладкий такой. Игрушками обложилась. Спит, дитя моё. Буду будить уже. А что у нас на улице делается? На улице 15 градусов. Солнышко встаёт. Небо чистое. Ну, ветерочек. Ветерочек. Кстати, спрашивали у меня, запылилось ли у меня окно. Ну, вот видите, с той стороны пыль на подоконнике. А стекло довольно-таки чистое. Стекло не запылилось. Так, настюлечка проснулась, умывается зубки, чистит. Молодец какая. Сейчас одеваемся и бежим в садик. Надо ещё косичку заплести. Бабушка уже давно не заплетала косичек. Сейчас будем вспоминать, как это длиннее косы. Бабушка уже отвыкла от косичек, да? Итак, сейчас будем вспоминать, как это длиннее косичек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! У меня когда была коса, раньше, мне когда заплетала вот косы, мама или бабушка заплетёт, а потом говорит, «Симон»! Расти коса до пояса, не выроняй мне волоса. Всё! Ну-ка повернусь! Ну, бабушка справилась прекрасно со своей задачей. Всё, одеваемся. Скажи всем «пока», скажи, я иду в садик. Пока! Метелёбкаем в садик, да, Настюля? Бабушка одела потеплее, ветер такой дует сегодня. Бабуля такая вся ужасная. И всё, бабушка селки-палку не нашла, вот на руках снимает. Немножечко, да, как мы идём. Идём в садик с утра пораньше, в 8 часам. Вот они, мои черепашки. Сейчас мы немножечко им корма насыпем. Сидят себе, загорают. Так, а это у нас кексик. Он так подрос уже, такой большой, пушистый, мягкий котяра. Кексюля! Те и сладкий такой. Прямо колоботик, да? Ты узнал меня? Такой уже большой вырос. Такой большой. Про тебя уже спрашивали у меня подписчики. А где котик? Вот он, котик. Ой, ты моя рыбка, соскучился, да? Один тут на хозяйстве. Но сегодня уже вся семья тут должна быть в сборе. Вот ты мой золотой. Пойдём я тебе покормлю. Ну вот и всё, мои хорошие. Отвела я ребёнка в садик. Пришла уже домой, в магазин зашла, продукта прикупила. Ну а сейчас мне нужно будет уборкой заняться. Готовить я сегодня не буду. У меня там есть чего поесть. Мне главное нужно сейчас убрать, постирать и смонтировать видео для вас. Я думаю, что уже достаточно я наснимала в этом видео. Кстати, в садике там встречают на улице детей. И там сразу продезинфицировали ребёнку ручки, померили температуру. Но они там пока ещё гуляют. Вот. Ну и всё, я пришла домой. Всё, мои хорошие. Заканчиваю видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok